Крепость Кулёс, старое итальянское название, Роккоэйелмар, средневековая морская крепость города Ироклеона на Крите. Общая площадь помещений составляет 3600 квадратных метров. Крепость Кулёс впервые была упомянута в начале 14 века. Первое изображение крепости сделал флорентийский монах Кристофора Буан-Дельмонте в 1429 году. В 1486 году крепость посетил совершавший паломничество в Иерусалим немецкий рыцарь Конрад фон Грюненберг из Констанца, зарисовавший ее в описании своего путешествия. Окончательную форму строения приобрело в 1523-1540 годах, когда новопостроенная цитадель заменила старую крепость, разрушенную землетрясениями. Венецианцы использовали в качестве названия крепости, Рока и Елмар. Три барельефа, вмурованные в главные стены крепости, изображают льва, как символ святого апостола Марка, являющегося одновременно и покровителем Венеции, и покровителем крепости и Иераклиона. Ежегодно венецианцы использовали старые, обветшалые суда для перевозки большого количества природного камня с острова Дия и с побережья Фраскии, бухты близ деревень Родья и Палиокастро. Близ Иераклиона корабли с камнем затапливались, чтобы образовать мол, способный защитить крепость от разрушения со стороны моря. В период турецкого владычества с 1669 года по 1898 год крепость получила название Кулёс «Морская крепость». В этот же период была проведена достройка верхнего уровня цитадели, добавлены амбразуры, места для пушек, небольшая мечеть. Часть минарета, которой замени старый маяк. Сохранилась до сих пор на северо-восточной стороне крыши. Нижний этаж крепости перекрыт свочатыми потолками с большими отверстиями для света, а его 26 помещений служили жильем, местом хранения воды, еды и оружия. Здесь же находилась и тюрьма, использовавшаяся и в венецианские, и в турецкие времена. В период турецкого господства укрепления вокруг порта были усилены постройкой еще одной небольшой крепости. Она находилась напротив венецианской крепости и называлась «Маленькая Кулёс» был разрушен в 1936 году. В последние несколько десятилетий крепость была восстановлена и приведена в порядок 13-м эфаратом византийских древностей греческого министерства культуры. В этом месте состоялась международная конференция, посвященная Доменико Теата Капулосу «Эль Грека», во время которой здесь были выставлены полотна художника. Расположенная в центре столицы Крита, крепость Кулёс на протяжении веков является символом города Ираклион. Построенная в 9-10 вэвы, арабами, она была укреплена венецианцами еще в 13-14 вэвы. Чтобы как можно лучше защитить порт города, имевшего для Венеции огромное стратегическое и торговое значение. На трех главных стенах крепости красуются мраморные барельефы, на которых изображены крылатые львы святого Марка, символ Венеции. К сожалению, из-за частых землетрясений на острове, оригинальное здание форта не сохранилось, но было впоследствии восстановлено. Венецианцы перепроектировали фортификации и закрыли город крепостной стеной. Но нужно было усиливать и защиту с моря. Поэтому уже в начале 16 века в крепости Кулес начались работы по укреплению стен и строительству мола. В соответствии с новым планом, венецианцы снесли старую крепость и начали строить новые более мощные укрепления из блоков, которые привозили из Фраскии и с острова Дия. Сохранившиеся северные ворота форта датированы 1523 года. Что позволяет представить временной период строительства, который предположительно был завершен в 1540 году. В этом виде, с двумя этажами, обновленная крепость Кулес и сохранилась до наших дней. За годы своего существования, крепость Кулес множество раз подвергалась нападениям и длительной осаде. А в 17 веке стала свидетелем драматических событий, когда после нападения турок. Венецианцы потеряли одно из самых мощных укреплений на Крите и во всем восточном Средиземноморье. Венецианцы ошибочно полагали, что их морская мощь была настолько сильна, что турки никогда не осмелятся напасть на Ираклион и жестоко поплатились за свою ошибку. После захвата турками, крепость существенно не изменялась. Хотя следы их пребывания здесь сохранились и до наших дней. Например, следы пуль на мраморных барельефах с крылатыми львами Святого Марка, вечного символа Венеции. Пожалуй, самым большим вмешательством турок в этом районе, было строительство «Малой крепости Кулес», названной ими «Кучук-Сукали-Сиди», направленное на обеспечение более эффективной защиты порта. Малая крепость Кулес, была разрушена в 1936 году. Название изначально венецианцы называли свою крепость «Рокая и Элмар», что переводится с итальянского, как «Скала у моря». Название «Кулес» крепость получила уже во времена турецкого владычества. Турки называли ее «Сакулсай», в переводе с турецкого «водонапорная башня». Помимо того, что форт Кулес был источником воды, он еще использовался турками в качестве тюрьмы, для заточения здесь критских повстанцев. Крепость Кулес состоит из двух этажей. На первом этаже расположены 26 помещений, в которых были продовольственные склады и склады боеприпасов, а также тюремные камеры. Верхний этаж был предназначен для размещения начальства, управляющего гарнизоном и его офицеров. На этаже также была просторная площадь, а в северной части крепости установили башню маяка. Кроме того, на случай осады, здесь располагалась пекарня с мельницей и небольшая церковь. С трех сторон форта, откуда хорошо просматривалось море, были установлены бойницы с пушками, чтобы защищать Венецианскую гавань. Согласно сохранившимся упоминаниям, в 1630 году на первом этаже крепости Кулес было установлено 18 орудий, а на втором этаже 25. Показателем невероятной прочности крепости является тот факт, что после строительных работ по укреплению форта наружные стены стали толщиной почти 9 метров, а толщина внутренних стен в некоторых местах достигает 3 метров. Конечно, несмотря на толстые стены, крепость Кулес нельзя назвать несокрушимой, иначе в свое время она не попала бы в руки турок и, год за годом, не разрушалась бы от действия мощных морских штормов. Но этот памятник выдержал множество выпавших на его долю тяжелых испытаний и теперь открывает нам двери, чтобы рассказать свою историю. Продолжение следует...